Девушки отдыхают Вот тот он, таинственный сигнал в 500 километрах вернулся И мы уже сбили, глянули Содержимое файла, которое он нам принес На самом деле, интересная такая инфа к нам подъехала Сейчас давайте прогуляемся тогда, наверное, во Фреон И я вам покажу этот видеофайл Очень он неоднозначный Много там неясностей Так что сейчас потихонечку будем все это рассматривать и разбираться Что же это за такой видеофайл? Так, во Фреоне у нас вроде имелся мониторчик Через который можно просмотреть содержимое этого файла В общем, давайте сейчас заглянем И посмотрим, что же это за видеофайл Вот, собственно, перед нами отрезок этой видеозаписи с дрона И что мы на ней видим? Какая-то станция неопознанная Хотя есть у меня уже подозрения, что это за станция Но пока что я не совсем в этом уверен Также вот, если посмотреть чуть правее Вдалеке виднеется дрон-носитель То есть корпорация SpaceNet следит за этой станцией Пока что еще неизвестно, кому принадлежит данная станция Но то, что SpaceNet положила на нее глаз Это 100% Так что сегодня мы обязательно слетаем на этот сигнал И посмотрим, что же там к чему Возможно, помощь требуется тем, кто на станции находится Но в связи с недавними событиями, произошедшими на орбите Марса Я понял, что нужно быть внимательнее и осторожнее И быть готовым к любой подставе и любому подвоху Так что мы с Билли, скорее всего, сегодня вылетим к этому сигналу на двух кораблях Я полечу на новом Фреоне А Билли возьмет тогда под свой контроль Азамара Единственное, что его только нужно будет зарядить снарядами Кстати, Билли, наверное, сейчас этим самое время заняться И еще надо проверить наличие урана в реакторах этого корабля А в дальнейшем мы тогда уже выдвинемся Плюс еще небольшой апгрейд я бы хотел провести на нашем новом Фреоне Как вы помните, в прошлой битве у меня постоянно проскакивали нехватки энергии Так что я бы хотел установить дополнительные источники питания В виде аккумуляторов Так что нужно будет сейчас глянуть, в какое место их можно разместить Так, Билли, пока занимайся зарядкой Азамара А я сейчас возьму немножечко материальчиков разметочных Так, стальные пластины у меня имеются И сбегаю в наш новый Фреон И посмотрю, куда можно установить эти самые аккумуляторы Такс, вот я уже захожу в техническое отделение нового Фреона И давайте посмотрим, где здесь у нас имеется местечко для размещения Хотя бы 5 или 6 батарей Так В принципе, место здесь, я помню, оставалось Так, давайте глянем Вот тут, в принципе, есть полочки Но мне кажется, где-нибудь ближе к той части можно разместить Вот тут вот у нас реакторы Плюс здесь некая пустота остается В принципе, под реактором можно ходить Если я вот здесь, допустим, установлю ряд батарей Например, вот этот блок можно вообще выпилить Вот легкая наклонная броня Давайте тогда вот этот блок я ликвидирую И с противоположной стороны то же самое А сюда установлю несколько дополнительных батарей Так, где-то они у меня были здесь на панельке Вытащенные вот на пятерочке Батарея, значит, одна Вторая Третья И все Больше не нужно ставить, да? Или еще добавить Ладно, давайте еще четвертую батарею влеплю Вот здесь, с края И с противоположной стороны то же самое Ну все, в принципе, осталось только активировать нашу нанитку И эти аккумуляторы будут уже в полной мере функционировать Так, наверное, с этой стороны я тогда выйду с корабля Я, кстати, надеюсь, у нас есть достаточно материалов Для того, чтобы эти батареи запаялись Так-с Где здесь у меня выход? Короткий Вот через эти сейчас двери Выйдем быстренько И активируем на нитку Сейчас вроде корабль не пристыкован Не знаю почему, но Эти инженеры такая необъяснимая штука Что из этого корабля почему-то вечно возникают лаги на базе В частности, убили Не знаю все-таки, с чем это связано Когда же Кеныл уже пофиксят оптимизацию Так-с Во! Видели, как пролагнуло нормально? Так-с, теперь нам нужно Как-то войти в меню управления на нитами И активировать на нитку Дабы она начала запаивать эти батареи В общем, ребятки, тут такая беда образовалась Что без пристегнутого нового фреона К станции на нитка работать не хочет Так что сейчас я это попробую дистанционно сделать Вроде как он готов к стыковке Для этого нам нужно найти сначала Коннектор Так, коннектор, коннектор А, вот они Коннекторы, только какой из них, я не знаю Тот, по идее, который Сейчас открыт Хотя даже непонятно, какой из них Коннектор Запереть Ну И что не хочет? Запереть Все сработало или как? Давайте проверим На ниты полетели Да, все, на ниты полетели Это значит, что корабль пристыкован И теперь Фактически они питаются Теми реакторами, что установлены На домом фреоне Просто на станции у нас нет Дополнительных источников питания Есть только один малый реактор На самом аванпосте И все, больших реакторов нет Вообще, для оптимальной работы на нитке Необходим большой реактор Только куда на ниты полетели, я понять не могу Что-то здесь на станции запаивают Непонятно Кстати, вот здесь же Оградка должна быть О, гребаный инженер, а Опять Поломали все этими багами А, еще, ребятки Я вспомнил, что я хотел сделать Перед тем, как мы отправимся Нужно убрать Нашего бурильщика В ангар Потому что сейчас В нашем путешествии Он не потребуется Так, опять прологульки начались Такс Открываем ангар Так, вот эта кнопка И давайте сейчас бурильщика Сразу Уберем В ангар Еще по-хорошему бы Конечно, дрона Припрятать Потому что Неизвестно Насколько мы Покинем Нашу станцию Так, тут, конечно Тяжеловато сейчас Управлять Боковых движков Вообще Нет Получается Атмосферных Да Поэтому корабль Очень туго Боком движется Ну, ничего Сейчас, я думаю У нас получится Аккуратно его Загнать В ангар Так, чуть-чуть вперед И левее Так, чтобы ничего Не зацепить Так По ширине прохожу Нормально По длине Чуть сюда Все, спускаемся И сейчас кораблик Припаркуем Кстати, дроны Я бы все-таки хотел Тоже сразу Установить На длительное хранение Так, вот сюда Надо продвинуться Немножко Вот так Корабль мы Оставляем Вот здесь Пристыковываем Так, а что Нет у меня Вынесенных двигателей Что ли На панель Атмосферные Ионные Так, выключить Все Чтобы ФПС нам тут Не просаживал Этот корабль Еще нужно Отрубить Фонарик И можно Кстати, прямо Из этого бурильщика Наверное Взять под контроль Дрона И поставить его Тоже на место Так, дистанционное управление Управлять Смотрим Четверочка П Так, по идее Все должно Адекватно работать Давайте сейчас Дрона мы сразу Уберем В принципе Он нам в ближайшее время Тоже Не понадобится Так, у него что Прожектор работает Так, прожектор Тоже можно вырубить Давайте Вот в это место Его тогда Припаркуем Так, аккуратненько Разворачиваемся И вот здесь Пускай По соседству С разведывательным Дроном Он у нас Отдыхает Так, все Поставили Пристыковали И двигатели И двигатели бы тоже По-хорошему Выключить Ионники Как-то странно Что я не выносил В группы Двигатели Так, а где атмосферники Ион, ион, ион А где атмосферные движки Что-то я понять не могу Они же здесь были По-любому Эти движки Почему-то вообще Скрытыми оказались Ну все Вырубил Ненужные Теперь давайте Выйдем с камеры Выйдем с корабля Все, дрон припаркован Бурильщик Стоит И в принципе Можно закрывать ангар Такс Что я вообще хочу Выяснить Из этого путешествия Во-первых Почему мы Отправляемся На двух кораблях Самая главная Причина этого Заключается в том Что Прошлое путешествие Выдалось нам Довольно-таки опасным И действительно Мой корабль Оказался на грани Уничтожения Так что В этот раз Я решил Все-таки Перестраховаться И взять с собой Поддержку В виде Азамара Билли будет его Пилотировать Он вроде как Уже занял Кресло пилота Да Билли готов к отправлению Только шлем Можешь снять Единственное На что я надеюсь И молюсь выше Чтобы Билли Не разбил этот корабль А то Когда Джонни Выйдет из Криасна Наверное Билли Не поздоровится В таком случае Такс Что касаемо Нашего нового Фреона По идее Батареи должны быть Уже запаяны Я сейчас конечно Проверю Чтобы все было завершено На нитку тогда После этого вырублю Хотя нет Я смотрю На нитке еще Летают Как раз Батареям Ну как только Они завершат Своё правое дело Я думаю Сразу их выключу Что-то я Не вижу Чтобы они летели Все что ли Да Походу они запаяли Все таки Эти батареи Так что Сейчас Я на нитку Вырублю сразу Чтоб она Лишний раз Тут нам Не прожирала Симуляшн спид И ФПС Такс На нитконтрол Фэкторе На нитконтрол Фэкторе Вот она родимая Отключаем её Сейчас Значительный ФПС Должен вырасти И в принципе Все у нас Готово К отправлению На двух кораблях Я надеюсь Один дрон носитель Нам ничего Не сделает Так что Мы можем Спокойно Отправляться На этот сигнал В пятистах Километрах И Освобождать Ту станцию От гнета Этих Проклятых Дронов И да Действительно На нитке Выполнили Работу На высшем уровне Но только Единственный За мной Косяк Был замечен В данной ситуации Это то что я забыл Активировать Один из щитов То есть У нас Сейчас один щит Получается полностью Не заряжен То есть половина Где-то полтора миллиона Заряда имеется Остальные Сейчас Дозаряжаются Поэтому Как вы видите Аккумуляторы Тоже у нас Сейчас полностью Разряжены Потому что Вся энергия Уходит на подзарядку Щитов Так что теперь В принципе У нас все готово Уже к отправлению По ходу дела Я думаю Уже Дозарядятся Наши батареи Урана должно Хватить В любом случае Кстати у нас же Три реактора Правильно Мне показалось Что уран Только в двух Находился Давайте-ка я проверю А то может Здесь у нас Недоразумение Образовалось Так Большой реактор Четыре Пять Пятьсот Триста Урана И четыреста Да вот еще один Реактор Три реактора У нас имеется Все в порядке А кстати Что у нас там По Очистительному заводу Вот уже кстати Четыреста семьдесят пять Платиновых слитков То есть Платина Переработалась Отлично Ребятки И все В принципе Уже на сто процентов Мы можем выдвигаться Давайте тогда я сразу Прогуляюсь В рубку Управления И мы тогда С вами будем вылетать Ну все Шлем снимаем Садимся За пульт управления И Мы готовы К нашему Путешествию Так С пятерочка Отстегиваемся Давай Билли Тоже можешь Включать Двигатели Активируй И атмосферные И ионные Так Атмосферники Включил Вижу Подожди Ионники Включил Атмосферники Включил Да Вроде все в порядке Так Потихонечку Давай Взлетать Как мне известно Этот корабль Не очень хорошо Себя чувствует В атмосфере Так что Старайся держать Все таки Горизонтально По возможности Судно Но только Когда будешь Взлетать Можешь нос Задрать Там уже Не страшно Будет Так Все Давай Потихонечку Идем на взлет И держим Курс В сторону Сигнала В 500 Км Так Прямо здесь Я уже тогда Вертикально Свой корабль Подниму А ты Двигайся За мной В принципе Мощности у тебя Должно хватить На то Чтобы покинуть Пределы Атмосферы Этой планеты Хоть здесь Гравитация Помощнее будет Чем на земле Но все равно Должно хватить Мощности Твоего корабля Для того чтобы Покинуть Пределы Атмосферы Ничего себе Билли даже Обогнал меня Вот шустро Я даже не заметил Как он взлетел Видимо он Горизонтальный взлет Использовал Так А у меня как-то Туго пошло дело Немножко я отвлекся На секунду Отжал Газ так скажем И у меня корабль Замедлился Тот самое главное Преодолеть этот порог Атмосферы Ох Офигеть Билли Как улетел от меня Ну ладно Будем нагонять Потихонечку Ну все Наши корабли Покинули Пределы атмосферы Вот Азамар тут Новый Фреон И мы в принципе Полностью готовы К телепортации На эту заветную Точку СН Таргет РС 4691 Она называется До нее нам осталось 489 Километров В общем Давай Билли Настраивай Свои Джамп Драйвы Расстояние Я думаю Нужно выставить 460 километров До точки Чтоб мы как бы С небольшим запасом Телепортировались Так как там все таки Дроны охраняют Эту территорию Поэтому лучше Подойти как то Более незаметно Так что давай Билли Настраиваем 460 километров Свои Джамп Драйвы Кстати я уже Давным давно Хочу переименовать Корабль Почему то У меня до сих пор Стэти Грид Называется Давайте ка ему Дадим его истинное название А то это Дичь какая то Новый Фреон Вот так вот Все Окей Сохраняем И давайте теперь Настроим Наш Джамп Драйв На Сколько я говорил 800 Так Ой 800 460 Да километров Панель управления Джамп Драйв И на 460 Километров Приблизительно Так Чуть докручиваем 480 467 Ну Давайте 460 Что то Не получается О Было там 460 Вот 462 Пускай будет Ну что Билли Давай Приготовься Берем Курс Точно На точку И Активируем Наши Джамп Драйвы Так Лучше С вида От первого лица Взять Так Я слышу Билли уже активировал Свой Джамп Драйв И я за ним Хотя мне стоило первым Его запустить Но Билли Оказался Проворнее Надеюсь Он хоть туда куда надо Телепортнется Да Видите 5 километров У нас Получилось Все таки разница Не совсем точно Мы Синхронизировали Наш прыжок Так 27 километров Остается до станции Давайте посмотрим Хоть с такого расстояния Мы что нибудь увидим Нет Слишком далеко Нужно Приближаться Так что начнем мы Пожалуй Сближение Давай Билли Лети тогда на точку Лучше старайся Для начала Пересечься с моим кораблем Так как мне лучше Лететь первым А то мало ли что Урон я принять смогу Более эффективно Нежели Азамар Так С камеры пока Можно выйти Лучше нам сначала Все таки с Билли Пересечься Я получается Под тобой Нахожусь Давай Билли Подтягивайся Чуть ниже Бери Сейчас мы Пересечемся И далее уже Начнем приближаться К этому Таинственному сигналу Осмотрите-ка Ребятки Как только мы Преодолели отметку Буквально 8 километров Какой-то новый сигнал Обнаружен нами Был Так давайте посмотрим Что за сигнал Торговая станция какая-то Торговая станция Блин не вижу Пропадает сигнал Почему-то Торговая станция З 863 ЛВ То есть скорее всего Мои Предположения Оправдались Это действительно Торговая станция Просто по первым Видеозаписям Нашего дрона Я как бы Увидел Очертания торговой станции И по внешнему виду Она действительно была Похожа на Торговые станции Некой Торговой компании Sunchain По-моему так она называется В соседней системе Это очень Развитая компания Которая Занимается торговлей На протяжении Многих Десятков лет Но я не думал Что Их Аванпосты Эти станции Располагаются Так близко К нашей системе Фактически В нашей системе Как видите Это Аванпост Так Билли Давай-ка Оттормозимся Тут я смотрю Уже расстояние Довольно Опасное 4 километра И потихонечку Начнем приближаться Все-таки Тут уже Вероятность Столкновения С неприятелем Намного выше Теперь нам Нужно найти Дрон-носители Так Вон я вижу Слева Дрон-носитель А что От него Исходят Эти Зеленые Пары Радиоактивные Ребят Я что-то не понимаю Мы же Отчетливо Увидели На записи Целых Дронов Дрон-носитель На нем Маленькие Дроны Располагались А станция Хоть цела Да Отсюда И не понять Толком Я вижу Какой-то там Еще зеленый Объект Возле Станции Так Билли Тут надо быть Уже повнимательней Если что Будь готов Активировать Турели Если они у тебя Выключены Так Тут я думаю Надо перевернуться Так как-то Понятнее Будет видно Так Справа Я видел по-моему Дрон-носитель Да Вон дрон-носитель Вижу вдалеке Ну давай Билли Тогда Следуй за мной Сейчас будем приближаться Сначала тогда Попробуем ликвидировать Дронов-носителей Хотя вот эти Пары ядовитые Меня очень сильно Так скажем Настораживают Так Сколько там километров Даже сигналов Никаких от них не исходит Тогда станция Пускай пока в стороне останется Если что Оружие у нас К бою готово Так работают-то Да Все нормально Но пока Ответного огня Я не наблюдаю Так Аккуратно Билли Давай Следуй за мной Так Действительно Ребятки А дрон-то Вырублен Так Что-то это Меня начинает Действительно Волновать даже В какой-то степени Так Билли Это далеко вообще 900 метров Так Тут-то понятно Значит разбитый Дрон-носитель Но я точно помню Что дрон-носители Были целы Может быть станция Дала отпор Во время атаки Этих дронов Давайте прогуляемся До станции Вроде как Торговая компания Санчейн Это Дружительно настроена Организация Так Давайте сейчас До станции Долетим Так Билли не отставай Так Вроде как За мной Азамар движется Так Смотрим Через камеру Ребята А станция Это Не лучшие Времена Так скажем Переживает Я уже вижу Отчетливо Повреждения Вмятины Перебитые Конвейерные Системы Неработающие Турели Какие то Красные Огоньки Мигают На станции Там вообще Дым Идет Валит Я бы даже Сказал И вот он Еще один Дрон Так Как то все Это очень Подозрительно Так Давайте выйдем С камеры Все Билли Я думаю Самое время Тогда Остановить Корабль И давай Сейчас Глянем Тогда Повнимательнее Эту станцию Все Билли Давай Выходим Заодно Автомат Лучше взять В руки Потому что Мало ли что Как то все Здесь очень Неспокойно Если честно Че же нас Неудачи Преследуют Вечно То корабли Ловушки То разрушенные Станции С уничтоженными Дронами Че то Видимо Карма у нас Не очень Так Давайте покинем Ой Опять шлем Забыл надеть Все Вовремя Успел Так Билли Давай Подходи Ко мне Начнем Тогда Изучение Этой станции Так Значит Понятно Поврежденный Дрон Спейснета Так Стрелять По нему Не надо Он вроде Как Не активен Да Реактор Я смотрю Не работает Давай Попробуем Пройти Внутрь станции Посмотреть Что там К чему Да Повреждения Конечно Я смотрю Здесь Немалая Эта станция Получила Так Что-то здесь С гравитацией Какие-то Проблемы Так Я не понимаю В какую сторону Вообще Гравитация Работает Ох Проклятие Билли Выходи Тут какая-то Проблема С гравитацией Нам надо Наверное Наши корабли Перевернуть Потому что Создается Какая-то Аномалия Или вырубить Генератор гравитации На станции Просто Что-то Какая-то Проблема С гравитацией Так Вот кстати Есть пульт управления Давайте я сейчас Посмотрю Где там Гравитация Гравитация Так Вот он Родимый Выключаем И теперь Вроде как Более-менее Адекватно Мы должны ходить А нет Здесь Уже не достают Гравити-генераторы Наших кораблей Ладно Будем тогда На джетпаках Передвигаться Так Что по этой станции Можем вообще узнать Ресурсов я здесь Никаких не вижу Кстати Можно посмотреть Содержимое Вообще Модулей Так Инвентарь Пустые Карго-контейнеры Какие-то Непонятные Турели Кстати Первый раз Я такие вижу Но снаряды В турелях Остались Но никаких Ресурсов В контейнерах Я не наблюдаю То есть Только Патроны И боеприпасы А Ресурсов Нет Возможно Эта станция Была Ограблена Можно так Предположить Такс Фиг его знает Можно конечно Глянуть Какие-нибудь данные Так На самой станции Что-нибудь есть Интересное Так Вот Билли указывает Нам на Компьютер Давайте посмотрим Что он себе Таит Ф Так Может быть здесь Что-нибудь Интересное Ага Текущее звено SKZ 863LV Это так Я понял Название Этой станции И указано Звено Да Вот снизу Кстати подписан Весь этот документ Торговая ассоциация Sunchain Вот так вот Она называется Эта компания То есть Мои догадки Были верны И Как мне Рассказывали Что Эта торговая Ассоциация Имеет Особую схему Расположения Своих станций Которые образуют По сути Некую Окружность В виде цепи То есть Sunchain Sun Sun Солнечная цепь Если так перевести То вот они Их звенья Получается Текущее звено Это станция На которой мы сейчас Находимся Именуется Вот таким Названием И вот Карта Звенья В цепи То есть Вот они Так скажем Идентификаторы Всех Станций То есть Мы можем Обнаружить С помощью Этого файла Координаты Всех Остальных Станций Вот здесь Даже Указан Файл Конвертер То есть Есть определенный Код у станции Вот допустим В списке Есть Наша же Станция Вот эта Z863LV Со своим Кодом Персональным И с помощью Файла Конвертера Который Прилагается К этой Системе Мы сможем Этот код Координат Перевести В наши Всем доступные Координаты Адресов В нашей Навигации Я думаю Сейчас этим Займемся Все Ребятки Конвертировать Не удалось Координаты И вот Я Выявил Два Ближайших Сигнала Так как Я понял Это Положение Двух Следующих Станций Давайте Сразу Их Включим И определим Где же Находятся Ближайшие Станции И странно Почему Я не Обнаружил Предыдущих Координат То есть Есть Только Последующие Так Давайте Попробуем Вылезти Отсюда Эть Эть Как же Неудобно Ох Ничего Себе Десять тысяч Километров Двадцать Одна тысяча Километров То есть Вы представляете Как эти точки Далеко находятся То есть Действительно Вот эта станция На которой Мы сейчас Находимся По сути Самая ближняя К нашей системе А вон Они две Следующих Как я уже Сказал Предыдущих Не обнаружено В файле То есть Возможно Они либо Были уничтожены Либо обесточены Какие еще могут Варианты Теперь нам Осталось узнать Что же здесь Произошло На этой станции Я тут где-то Дрона видел Уцелевшего Может нам Получится Считать с него Информацию Как мы считываем С наших дронов И увидеть Какие-нибудь Видеозаписи Последних минут Жизни Так скажем Этого дрона Так Вот он Наш дрончик Сейчас я попробую Извлечь информацию Правда На это Некоторое время уйдет Ну что ж Я постараюсь Тем не менее Аллилуйя ребятки Мне таки удалось Извлечь ценную информацию Из этого дрона И сейчас мы сбили Отправимся на новый фреон Дабы Ее изучить Досконально Так Билли Там мы вроде Всю информацию уже извлекли Из этого дрона Что ты там еще хочешь найти Билли Ты остался жив? Ничего себе Да ладно Неужели Костюм выдержал Этот взрыв Билли Ну давай Погнали на новый фреон И уже изучим Эти данные Которые мне удалось Извлечь Из дрона Ну все Билли Садись за компьютер Сейчас мы изучим Этот интересный документик Такс Автомат нам уже не нужен Ну давайте посмотрим Что таят в себе Эти файлы Так Отлично Есть картинка Видимо Дрон изучает Эту станцию Так же Как изучал В свое время Наши ванпост Хм Смотри-ка Билли Станция Открыла огонь Но явно Не по дроном Ничего себе Что это за выстрел Такой Не понял А это Что такое Все Конец Файла Билли Отмотай-ка Чуть назад Стоп Хм Это какой-то Крупный серый корабль Неизвестной фракции Но подождите Что-то он мне напоминает Где-то я раньше его видел Хотя Где я мог видеть Такие суда Хм Надо вспомнить Хм Странно Если честно Билли Этот корабль Мне Напоминает То Легендарное судно Из Давних сказаний Которое еще Многим Из нас Рассказывали В детстве Хм Да Существовала такая легенда О Последнем Линкоре Неком Призрачном Судне Который Бороздит Просторы Нашей галактики И уничтожает Одинокие Суда И станции Действительно Этот корабль Очень похож На Тот Что Описывается В тех Легендах Билли Как думаешь Если это действительно Последний Линкор Если честно В мою голову Сейчас приходят Безумные мысли Ой Билли Совсем Безумные Но В нашей ситуации По другому Быть не может Так что Я думаю Мы должны Отправиться За ним Билли Ты это понимаешь Мы должны Отправиться За кораблем Призраком Если честно У меня В голове Даже такие мысли Не укладываются Но Только с его помощью Мы бы смогли Выдать Отпор Дронам Так что Я думаю Нам нужно Заняться Расследованием Этого Дельца Так как Этот корабль Сейчас Неспроста Напал на эту станцию Видимо Дронов Он атаковать Не собирался Они просто Под руку Ему так скажем Попались И действительно Отправиться Он Наверное По этой цепи Торговых станций Возможно На следующую точку Вот эту Находящуюся В 10 тысячах Километров От нас Но так как Это легенда Стара как мир А я если честно В привидения Не верю То возможно Этот корабль Довольно таки Устаревший По своим Техническим показателям Так скажем И мы сможем Без проблем Опередить его И добраться До следующей Потенциальной точки Его атаки Так что Билли Я думаю Нам нужно будет Сейчас Собраться с тобой И как можно Скорее Отправиться На наших двух кораблях На вон ту вот Станцию СК Г483 АД Она называется Такое странное Кодовое название В общем Может быть мы Успеем Предупредить Местных Так скажем Торговцев Либо По дороге Разработаем Какой-то Интересный план Есть у меня Уже одна мысля В голове Как мы можем Словить в сеть Этот корабль Но пока что Еще эта идея Очень сыра Так что По ходу Нашего путешествия До этой точки Я думаю Я доработаю Этот план До идеала Так скажем Отточу его И тогда Мы уже Приступим К его выполнению Ну что Билли Тогда Это дело Мы оставим На следующую серию А на этом Я думаю Закончим А с вами был Мэпер Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Вступайте В группу канала Вконтакте Ссылка будет В описании под видео Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok